21 марта. Стремись к цели. Ты особенный. Стремлюсь к цели, к награде, обрести которую подвиг меня через Христа Иисуса небесный зов Божий. Филиппийцам 3.14. Марио было 6 лет, когда он потерял родителей, употреблявших наркотик и алкоголь. Его бабушка, недавно обращенная христианка, заботилась о нем и научила его быть хорошим и добрым человеком. Она рассказывала ему об Иисусе, читала истории из Библии и регулярно водила его в церковь. В районе трущоб, где жил Марио, он встретил других детей, желавших с ним подружиться. Однажды они пригласили его в свое тайное место, где они могли бы спрятаться и повеселиться. Но это было не то развлечение, о котором подумал Марио. Когда один из мальчиков достал тонкий, скрученный листок бумаги, Марио заподозрил неладное. Позже мальчик закурил и затянулся. Другой ребенок взял бутылку с какой-то липкой жидкостью и, понюхав, отдал другому. Пока дети передавали по кругу сигарету и бутылку, Марио смотрел на них и пропускал свою очередь. Через некоторое время все вели себя, как пьяные и одурманенные. Потом дети легли прямо на грязный пол и закрыли глаза. Марио выскользнул из этого убежища и побежал так быстро, как только мог. Он знал, что сделали мальчики, и испугался. Он был рад, что никогда не пробовал ничего подобного. Бабушка всегда напоминала Марио, что нельзя употреблять наркотики, и он понимал, что она была права. Потеряв родителей из-за этих вредных веществ, он решил держаться от них подальше. Марио пообещал никогда даже не пробовать их. Позже бабушка вместе с Марио переехала подальше от трущоб. Мальчик начал посещать христианскую школу, окончив которую выучился на врача. Через несколько лет практики он стал работать миссионером, служа бедным и заботясь о больных в отдаленных уголках Африки. Вспоминая трущобы, он решил вернуться туда и построить в память о своих родителях клинику и реабилитационный центр для наркоманов. Он также почтительно относился к своей бабушке, которая помогла ему избежать дурного влияния, и вдохновила его на то, чтобы он стал успешным врачом и верным последователем Иисуса. Молитва «Дорогой Господь, веди меня по правильному пути, защищай меня от злого влияния каждый день и помоги мне исполнять твою волю. Аминь». Цитата для размышления «Победа сладостнее, когда ты познал поражение» Малькольм Форбс Подумай об этом. О, если бы молодежь могла оценить все величие цели, для которой она призвана. Хорошо обдумайте пути своего сердца, начните трудиться для возвышенной и святой цели, твердо решитесь с помощью благодати Божией никогда не сворачивать с пути правды. Если вы встали на ложный путь, то каждый ваш новый шаг будет связан с опасностью и принесет вам несчастье. Вы будете все дальше отходить от пути истины, безопасности и счастья. Поэтому ваш ум и ваше сердце нуждаются в укрепляющей силе Божьей благодати. Вести для молодежи, страница 22